Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Николаевна Козлова, директор Одинцовского центра эстетического воспитания. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария Юрьевна! И Александр Белова, педагог дополнительного образования, победитель муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдает детям». Здравствуйте, Александра! Здравствуйте! Поздравляем Вас с победой, с выходом на региональный этап. Но обо всём по порядку. Ирина Николаевна, давайте подведём итоги 2021 года. Каким он был для Вас и Вашего коллектива? Вы знаете, как ни странно, год был замечательным. Ведь если брать историю, философы Древнего Китая говорили, не дай Вам Бог жить в эпоху перемен. Мы с Вами живём постоянно в резко меняющемся, динамично развивающемся мире. И я считаю, что это не беда, а наше счастье. Да, трудно. Да, возникают какие-то проблемы. Но, как говорил Айзек Азимов, что может быть интереснее в этом мире, чем поиск ответов на вопросы? Мы каждый год, каждый день ищем сами и вместе с детьми, и вместе с родителями ответы на вопросы, которые встают перед детьми, перед родителями, перед нами. И у нас это получается очень хорошо. Очень сильно изменился центр за последние годы. Наверное, то, что отмечают и дети, и родители, это как обновился коллектив. Сколько пришло молодых педагогов с горящими глазами, новыми идеями, новыми проектами. Как удаётся привлекать таланты? А, вот вы знаете, в данной ситуации дополнительное образование, оно хорошо тем, что даёт возможность реализоваться не только детям, но и взрослым, и педагогам. И в педагогику идут в дополнительное образование по зову сердца. Идут не на работу, идут служить детям. И вы совершенно верно отметили, мы, проанализировав этот учебный год, пришли к выводу, что у нас средний возраст педагогического состава 38 лет. Это очень хороший показатель. Брали в сравнение Московскую область. Прям вот... Мы впереди. Да, да. Что хочу сказать. Люди идут к нам в центр, понимая, что они подошли к той черте, когда накоплен достаточный опыт и есть знания, они могут поделиться. В то же самое время молодые приходят именно с тем, что... Ну а где пробовать? Ещё, как не здесь. Ведь в дополнительном образовании педагог сам пишет программу. То есть он сам видит то, чему он может научить своих детей. Он сам простраивает траекторию движения детей у себя в объединении. И сам видит те результаты, которые он реально может дать детям и к чему он их приведёт. И очень здорово, когда молодые педагоги так активно принимают участие в конкурсах именно профессионального мастерства. И неоднократно доходили до финалов всероссийского конкурса, что не может не радовать. Но, конечно же, хочется, чтобы всё-таки наши педагоги возглавили наконец-то этот пьедестал. Какие у нас шансы? Знаете, шансы у нас хорошие. Я хочу сказать, что на региональном уровне мы занимали призовые места. Да, по той или иной причине на Россию мы не всегда прорывались. Но в этом году у нас педагог дополнительного образования Зареченской школы стала победителем заочного этапа всероссийского конкурса «Сердце даю детям». И хочу сказать, что достаточно высокий уровень был профессионалов. Если брать Московскую область, то заявлено было 48 участников на заочный этап. Прошли двое. Если брать всю Российскую Федерацию, то 368 претендентов участвовало в заочном этапе. Прошло 85. И двое из Подмосковья. Одна из Одинцовского городского округа. Я считаю, что это уже большой результат. И приехав в Казань, где проходил очный этап, хочу сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса. Потому что не побоявшись ни на какие тяжелые ситуации, которые у них находились в регионе, с честью и на высоком уровне провели этот конкурс, мы, пообщавшись с людьми высокопрофессиональными со всей России, мы поняли, что трудности, в принципе, они практически у всех у нас одинаковы. Но проблемы решения этих трудностей, каждый подходит по-своему. И вот общение на таких площадках дает возможность взглянуть на какие-то свои проблемы с другой точки зрения, с другого угла. И ты понимаешь, что мы вот смотрели в этом направлении, а эту проблему можно-то решить. Вот с этой стороны это дорогого стоит. Александра, вы сразу приняли предложение Ирины Николаевны принять участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Ну, учитывая то, что у меня небольшой опыт вообще работы с детьми, я сразу приняла приглашение, потому что я даже не представляла, что меня ждет. Начнем с этого. У меня даже не было никаких раздумий, и мне даже интересно было самой посмотреть, на что я способна. Да, это и, с одной стороны, какой-то вопрос амбиций личных, а с другой стороны, я, так как Ирина Николаевна правильно сейчас сказала, программу мы составляем самостоятельно, и мне очень важно было понять, в правильном ли направлении я иду. То есть на ощупь, шла на ощупь, потому что я вообще так для себя решила. Если я займу хотя бы третье место, то, значит, все делаю правильно. Значит, я иду туда, куда нужно. Да, ну, получилось так, как получилось. Первое место мы взяли, дальше только больше. Расскажите о вашей программе, что вы представляли? Что это за разработка? Программа у меня, она модульная, она состоит из двух частей. У нас два вектора направлений. Это, ну, она художественной направленности, но мы занимаемся двумя видами творчества. Это рисование, и это рисование нитью, так скажем, это вышивка. И у нас происходит комбинация вышивки. Вот у нас, да, можно я покажу, вот прям представлено. Вот это об этом вы рассказываете. Да, вышивка и акварель, ну, в данном случае. Да, происходит такая вот у нас симпиоз. Кто выполнял эту работу? Это дети. Какого возраста? 12 лет девочка. Ну, я ей помогала, да, вместе со мной. Ну, это прям настоящая картина. Ну, мы их и оформляем, так, если вы заметили, прям пяльца рамка, они прям сразу в чём-то... Тоже, всё-всё-всё-всё-всё по-настоящему. Да, в чём и заключается, да, смысл, потому что дети создают сразу готовую работу, приносят её, и вот сразу есть возможность повесить её на стену. Сейчас у нас новое направление, это декоративные подушки, тоже там вышивка, идёт графика, в основном это либо совсем чёрная, то есть на полотнах льна дети придумывают сами рисунок, сами его воспроизводят, вышивают, и потом всё это оформляется в красивые подушки с кисточками. То есть там это уже прям отдельная любовь детей. Вот, они тоже могут комбинировать с красками, но пока вот мы работаем чисто со льна. Но это именно программа направлена на детей, которые уже обладают навыками? Нет, не обязательно. У нас есть дети и 4-х лет, которые приходят, и могут прям сразу. У нас есть девочка, которая 4 года, она сидит наравне со всеми, вышивает. И рисует то же самое. Поэтому программа адаптирована таким образом, что любой ребёнок может прийти и вклиниться в учебный процесс. Ирина Николаевна, а вот Вы сразу на Александру посмотрели и поняли, что в этом году она должна пойти на конкурс. Или были всё-таки сомнения? Вот как вообще выбираются кандидаты? Кто будет выдвинут в этом году на соискание? Конечно же, мы в данной ситуации рассматривали несколько претендентов. Ну, в принципе, как это и происходит. Каждый год оцениваешь вот именно потенциал человека. Смотришь не только на то, как человек сам заряжен, какой у него у самого посыл идёт к детям, но и на те результаты, которые уже видны. Допустим, вот Александра Викторовна пришла к нам в прошлом учебном году и буквально в течение первого же месяца выставили дети работы на конкурс «Пушкин и дети», который проходит в Пушкинской школе, нашей окружной, и сразу взяли призовое место. Оценка, да, оценка, оценка. И дальше больше. И когда видишь, как человек общается с детьми, когда видишь, как человек общается с родителями, с коллегами, ты понимаешь, что да, вот на этого человека можно сделать ставку. С этим человеком можно двигаться дальше. И в данной ситуации, в этом году выбор пал на Александру Викторовну. Мы не прогадали, мы не ошиблись. В резерве на следующий год есть ещё сотрудники. То есть есть ещё чем удивлять. Александра, но чем будете удивлять уже на области, коллег? Есть мысли? Ну, мысли есть, конечно. Сейчас идёт подготовка, ну, такого костяк моего видео, которое я сейчас буду записывать, моё послание педагогическому сообществу. Это уже более серьёзно, чем моя визитная карточка, да, которая была. А по поводу открытого занятия, вот я сейчас уже анализирую то, что прошло. И по сути я ведь ничего не выдумывала. То есть открытое занятие, оно прошло именно так, как я провожу первый урок с любой новой группой. То есть это была нейрографика, то же самое я буду показывать и в области. И то есть я думаю, с этим у меня проблем не будет. У нас здесь ещё есть одна работа. Да. Такая вот замечательная девочка у нас тут находится в нашей студии. Расскажите о ней, кто делал эту куклу? Это я шила вместе с девочкой. Та и девочка в основном это всё вот, да, Вероника, она приложила прям больше всего ручку к этой вот девочке. Что началось с этой куклы? Мы начали видеть красоту в некрасивых вещах. То есть дети, если у них какая-то там мазок неправильная, петелька неправильная, они сразу начинают замыкаться. У меня не получается, у меня ничего не получится. Здесь, как вы видите, в этой кукле очень-очень много разных торчащих ниточек. И дети сами её называют страшно красивая. То есть они уже все её перешили, они уже все её любят, все хотят такого вот страшненького клоуна домой. Но в ней есть красота. В ней вот, ну, то есть я, красота, она же в глазах смотрящего. Я приучаю к этому детей, что нет ничего некрасивого, нет ничего плохого, есть опыт. Но через этот опыт приходит мастерство. Замечательно. Ну вот не зря проект, национальный проект, развивающий дополнительное образование у нас в стране, называется «Успех каждого ребёнка». Это вот как раз то, о чём сказала Александра Викторовна. Именно в дополнительном образовании создаётся ситуация успеха для ребёнка. И даже те вещи, которые, на их взгляд, не получаются, наши педагоги разворачивают, поворачивают в сторону преимущества и даёт возможность посмотреть на этот момент с другой стороны и понять, что не всё так и плохо. И если ты хочешь, то ты всё вот обьёшься. Если говорить о победах, о их ежегодно в Центре эстетического воспитания немало, но тем не менее, каким был 2021 год для Ваших воспитанников и педагогов, насколько урожайным? Вы знаете, тоже подводили уже статистику, смотрели. И очень интересный факт получился. Если мы берём вот 2020-2021 учебный год, он же был достаточно сложным. Конкурсов очно практически не было. Из-за сложившейся ситуации, да? И, соответственно, когда мы стали подсчитывать количество участников в конкурсах, по сравнению с прошлым учебным годом, 2019-2020, у нас получилось в половину участников меньше. Ну, объективные причины. Но когда мы стали подсчитывать результаты, то у нас их получилось на 30% больше. То есть в данной ситуации количество переросло в качество. Это говорит о том, что именно и мастерство педагогов, которые выставляли детей на эти конкурсы, растёт с каждым годом, да? И те дети, которые выходят на эти конкурсы, их мастерство тоже растёт. И поэтому результативность была для нас, показатели были просто ошеломительны. Мы очень довольны этим результатом. И опять же, в силу того, что педагоги постоянно нарабатывают свой методический опыт, в силу того, что мы общаемся с коллегами из других центров Подмосковья, с коллегами из других регионов нашей страны. Завязываются сетевые программы. Всё это даёт возможность реализовать и показать наш центр с лучшей стороны. И по итогам Всероссийского конкурса образовательной организации 2021 года Лига лидеров мы вошли в топ-100 России как Центр эстетического воспитания лучшей Российской Федерации. Вот буквально недели две назад пришла памятная доска, медаль. Всё это. На конкурсе очно принять, на церемонии награждения очно принять участие не смогли, потому что в этот момент находились в Казани. Но у вас очень активная жизнь. Не только у ваших воспитанников, но и педагогов вы стараетесь, мне кажется, не пропускать ни одного важного события. Ну, в данной ситуации, если педагоги сами расти не будут, ну, тогда и детям двигаться будет некуда. Поэтому в данной ситуации наш педагогический коллектив, да, это команда единомышленников, команда профессионалов, которыми можно гордиться. Ирина Николаевна, какие цели, задачи ставите перед своим коллективом на следующий год. Чего ожидаете? Ну, я понимаю, с Александрой всё понятно, мы ждём победы. Саша, желаем дойти до финала и удивить всех в регионе. Я думаю, что тебе это под силу и с твоим потенциалом всё в порядке. Будем стараться, да. Мы тоже в тебя верим. Мы, естественно, все силы приложим, чтобы это случилось. Всё. И что дальше? Выше, быстрее, сильнее. Нет предела совершенства. Вопросы, на которых ещё не найдены ответы, их много. Так что будем расти, развиваться. Целей точно так же очень много. Раскрывать все не буду. Ну, пусть будет немножко интрига. Это всё-таки Новый год, время чудес и волшебства. Приготовим приятные сюрпризы на потом. Да. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Спасибо за интервью и поздравляем с наступающим Новым годом. Да, мы вас тоже хотим поздравить. И всех наших телезрителей, родителей, детей, коллег. Обязательно. С наступающим Новым годом. Сказка, чудо. Пусть они будут с вами. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.